Ох и время настает, все вокруг цветет, поет, зеленеет и растет, красота как будто рай, вот таким бывает май, настроение поднимает, в тело силы добавляет, окрыляет, исцеляет, о любви напоминает, вот таким бывает май, ты его не прозевай. 24 мая день Мокия Мокрого. Назван честь святого священномученица Мокия. Во время гонений на христиан проживал пресвитер христианский Мокий. Он смело выступал против поклонения языческим богам. За это святого Мокия повесили на мучилищном дереве и строгали тело его от головы до ног железными орудиями. Потом бросили в печь, но он только спалил мучителей, стоявших рядом. Далее были выпущены два голодных льва, но и они не причинили ему вреда. Обычно на Мокию день предсказывали погоду на все лето. В народе день назвали по-разному. Мокий мокрый, Мокеев день, Мокрый день и так далее. В этот день крестьяне избегали работы на поле, чтобы Град не побил молодые пассивы. Было поверье, что сегодня наступает праздник царя Града, бога Громоверца, который с неба мечет Град. На Мокия принято было вспоминать всех людей, которые оставили после себя добрую память. Приметы. Дождливая погода сегодня указала на то, что лето будет таким же и говорили, если небо прохудится, то все лето будет дождик литься. Багряный восход к розовому лету. Утром туман, лето дождливым будет. И опять Евгений Гитарный. 77 болезней. Травы. Ну и какие травы, например? Ну как? От каждой болезни вообще-то используется свой набор трав. Какая самая оптимальная? Для этого вы смотрите травник. Трава на ваш взгляд. Не на мой взгляд, а на взгляд народной медицины, которая давно-давно установила, что те или иные травы благоприятны против той или иной болезни. Так. Существует такой сайт, как травы Кавказа. Там целая куча всяких разных трав. Знать бы, что, от чего, почему. Но для этого, вот лично мне эта тема интересует, интересовала и интересует, я написал травник, которым изучил, значит, в каком случае та или иная трава наиболее эффективна, а в каких случаях ее вообще лучше не применять. Ну я знаю про мощь и силу корней левзей и корня женщиня. Ну вот хорошо. Обожаю ее вкус и запах. Читать дальше. Но проблема в том, что они повышают давление. Но есть же травы, которые не повышают давление, которые, как бы сказать, действуют положительно, без повышения давления, в зависимости от ситуации. То есть, трава лечения используется в народной и официальной медицине в зависимости от ситуации, от болезни, силы болезни, силы и возраста самого там болящего и так далее, так далее, так далее. То есть, все это не просто так, что-то там, ага, загрузил и все, и оно само работает. Опять-таки, если вы не знаете, лучше не пробуйте. Вот в чем. Все, что вы хотели бы делать, вы сначала познакомьтесь с тем, как это работает, чтобы не напороть ошибок, а потом не говорить, что вот возник там токсический там гепатит или еще что-то там такое, испортил здоровье за счет своей наивности, своей наивности. А кто вам мешал вот эту наивность убрать? Благодарю за просмотр. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, звоните в колокольчик и подпишитесь на канал. Ваше участие развивает канал и способствует его продвижению. Вы можете посетить бесплатно мою авторскую библиотеку на сайте Малахо-Про. Доброго здоровьица и до новых встреч! Доброго здоровьица, уважаемые посетители канала и все те, кто заходит на канал и чувствует, что здесь действительно что-то есть полезное. Что я хочу сказать? Если вы чувствуете, что от меня идет толк и польза, прошу жертвовать на развитие моей собственной оздоровительной программы.